На нашем острове все как встает, твои следы залетает ветер. Когда-то и в Канске проводились большие бардовские фестивали, но сегодня все чаще наш город лишь принимает гостей. Участники клуба авторской песни «Четыре четверти» приезжают в Канск уже второй год подряд. Город творческий, с большим творческим потенциалом, просто не хватает на самом деле каких-то руководителей, которые бы смогли это все организовать. И я думаю, что когда мы съездим еще раз за четыре, то вы организуете свой клуб «Канский» бардовской песни. Клуб «Четыре четверти» существует с 1977 года. Под его эгидой уже много лет проводится фестиваль типцей. Выездные концерты – это еще одна возможность привлечь бардов на фестиваль, ведь любовь к авторской песне зачастую приходит неожиданно. Это было очень давно, в Комсомольске-на-Амуре, потому что я сам из Дальнего Востока родом. В 88-м году я пришел в клуб авторской песни «Тоника» «Комсомольска-на-Амуре». Хотя, если так совсем брать, то это, наверное, детство, потому что мама очень много слушала Нышоцкого-Визбора, Городницкого. Помимо работы у людей есть такое хобби, где они вкладывают свою душу, делятся своими чувствами и эмоциями. Показывают, что люди с радостью идут, с нетерпением ждут. И вот в этом году у нас такой ажиотаж пошел. На концерте собрались больше десятка бардов с восточных территорий края. Авторы старой закалки и совсем юные участники, приверженцы современной авторской песни. Я занимаюсь год. Я начала ходить на гитару. Получается, в школе был окружок открылся. Я начала туда ходить. Ну, сначала не получалось вообще никак. Я хотела уже писать. Но потом все, получилось. Бардовская песня – это такой термин, который вызывает ассоциации со старыми бардами. Но, тем не менее, не есть современное движение. Есть многие современные исполнители в стиле авторском бардовском, которые на сцене везде популярны. Концерт авторской песни становится все более популярным, поэтому такие встречи решили сделать традиционными. Татьяна Лисогор, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал.